вдруг охотник выбегает прямо в зайчика стреляет здравствуйте друзья тема моего сегодняшнего ролика очень огромная и большая и я ее разделю на несколько маленьких частей видеороликов которые будут опубликованы на этом канале на основном и на вспомогательном так сказать деревне окунево 55 регион ссылка в описании если кто не знает подписывайтесь иду на огород пришел на огород по одну сторону лежат роллы с сеном по другой стороны лежат куча дров сейчас буду грузить дрова в телегу и расскажу о чем анонсирую будущие ряд будущих роликов вот так что смотрите я думаю что вам будет это очень интересно о чем же будут мои ролики несколько дней назад ездили с лен степан и в город омск очень такая у нас была продуктивная поездка ездили забирали кое какую посылочку посылку я вам попозже тоже в одном из роликов покажу но самое интересное то что я посмотрел посмотрела убедился и вот сейчас ко мне приходит понимание почему вы мои зрители меня спрашиваете последнее время периодически одни и те же вопросы возникает владимир как живешь как у вас сцены как ты относишься как как дальше будем жить одним словом все вот эти вопросы объединены вот таким большим как дальше будем жить как дальше жить то я честно сказать редко в город езжу если я еду в город я еду с какой-то целью выполняя там какую-то приезжаю забираю какую-то информацию выполнять какие-то работы какую-то ту то что мне надо сделать и быстренько уезжаю потому что дома животные домашние дома работа есть какая-то не получается так что приехать и там какое-то время находиться в городе там день-два в обычный едем и в этот же день возвращаемся вот да кстати забыл поздравить уважаемые зрители всех поздравляю с наступающей с паской с наступающей паской я надеюсь вот этот ролик выйдет наверное завтра вот попробую его выпустить в завтра то есть сегодня я пишу сегодня у нас суббота вот такая холодная погода у нас выпал снег с ней выпал снег немножко растаял и ночами все равно стоит такая холодная относительно минусовая погода вот сибирь одним словом сибирь настоящая сибирская погода сибирь в пасху завтра мы будем христосоваться никуда не будем ходить не будем никакие работы выполнять по хозяйству новыми кроме же кормления животных и уборки за животными а каких-то там больших там стройка там ремонт это мы делать ничего не будем потому что праздник есть праздник праздник нужно отдыхать тем более такой большой православный праздник христианский вот сейчас нагружу тележку дров завтра или нет нет завтра не буду возможно сегодня после обеда я ее подвезу выгружу и сделаю как бы сделаю объем работ на будущее вот завтра после это завтра снова завтра завтра надо дар колоть дрова я нагружаю тележку дров подвожу дрова и там около дома уже их раскалываю сразу потом их перекладываем складываем в поленце вот день выдался кстати ездили мы когда мы ездили день выдался очень такой жаркий хороший ну блин весна весна летнее такое тепло чего не скажешь о частной погоде утро доброе утро доброе доброе утро доброе 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 ездили в город и потом через день-два началась вот это свистопляска с погодой похолодание пошло снег дождь вообще непонятно какая погода началась но ездили мы завезли сыну нашему который живет в городе живет и учится работает в городе продукты как без этого в городе если жить на зарплату блин это очень-очень-очень это очень это это капец просто жить на зарплату потом поехали к нашим родственникам которые для нас забрали посылку которая нам пришла и потом мне мой родственник говорит а пойдем в ленту нафига в ленту а там где-то есть самокаты оказывается сейчас в город пришел прокат самокатов самокат самокаты там стоят и можно его взять на прокат покататься блин ну я знаю знаете сразу подумал да какая-то ерунда вот самокат самокат он не 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 пойдем ты точно ты тебе точно не понравится но у них ли они живут рядом с лентой арену омск где строится лента на левом берегу омска зашли он там за арендовал самокат там на некоторое время ну и мы тут по парковке около ленты стали кататься вот тестировать это про тестирование самокатов это тоже будет отдельное видео мне знаете честно сказать очень понравилось окунулся окунулся с головой в детство вот так вот вроде вроде и лет под сраку как говорится постоянно как-то вот окунаемся в это детство то там то там то там то купаемся и сразу вспоминается детство как говорится детство в жопе играет еще такое есть выражение вот ну и потом мы покатали сколько-то времени зашли в ленту посмотрели цены блин вот цены в ленте это просто капец это просто капец я очень редко посещаю магазины и то что я бываю в муранцев магазинах и зашел что надо там купил список состоялся тебе что там надо зашел раз 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 купил ну да цены с началом вот этой военной операции которые происходят сейчас на украине они подросли но в муранцева как-то это так сильно не ощущается это в муранцева незаметно у нас в муранцев более демократичные цены небольшой рабочий поселок как говорится районный центр и дань дань нашим предпринимателям уважение то что они не повышают цены так как в городе омске блин я зашел просто офигел раньше бывало что зайдешь в ленту как-то более-менее нормальные цены там большой выбор товаров продуктов там чего-то другого посмотрел а тут блин я просто офигел я таких цен я даже не знал что так могут цены повыситься это просто капец мы взяли короче с елена степана тележку лен степана со своей сестрой там отдельно ходила мы с моим родственникам романом вот отдельно ходили смотрели там наши какие-то мужские вещи там запчасти какие-то товары для пикника что-то еще еще но блин цены цены просто капец просто капец ну людей до в ленте людей не сильно много было может быть это рабочий день был разгар рабочего дня не сильно было много народа но цены просто как офигеть просто это откуда они их берут то ли с москвы привезли цены то ли с питера то ли если жить на одну зарплату в городе омске и ходить питаться в ленте это просто капец я потом задал вопрос своему другу детства серега я говорю как вы так живете в ленте там такие цену на фиг ты сюда пошел вот иди там в тот магазин в тот магазин мы тоже так в городе живущие написали там список что нам надо пошли в ленте это дешевле купили в другом магазине то дешевле купили там 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 что-то купили это вот знаете кончились те времена когда магазины были вот таким каким-то с семейным семейным таким центром когда зашел и все покупаешь там это и же для детей для взрослых там продукты товары какие-то вещи аксессуары и все купил в одном месте сейчас уже так нету сейчас уже пошел это тут купил это там 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 что-то где-то купил вот это если питаться питаться там покупаться закупаться вот только с магазинов это капец вот не зря мне мой мой друг живущих казахстане часто очень пишет владимир держит свое хозяйство потому что с магазина нельзя питаться в магазине это капец держи хозяйство развивай хозяйство вот ребята о чем хочу что я и делаю ну просто это ценами это просто нереальные взлетели высокие цены ну конечно не надо ровнять доходы в городе который люди проживают кто-то конечно подработку берет кто-то на двух на трех работах работает какие то еще там заказы выполняет ну у всех свои разные способы выживания в этих каменных джунглях ну просто я все просто взяли тележку так прошли ягод ну давай яблок купим яблоки 250 его парасы ты ну там есть по 160 но блин они они какие-то дубовые бананы 100 рублей я просто фрукты овощи ее парасы ты это капец ну ягод не елена степана приедем домой сейчас залезем в подпол достанем картошки почистим достанем с морозилки или рыбу или фарш или мясо порежем нары будет картошка заварим чаю слава богу есть сахар тоже у нас есть все хлеб хлеб тоже хлеб покупаем бородинский или хлебодаровский тоже но это просто просто нереальные цены блин капец вот так вот так вот я просто ужаснулся вот таким ценам в этих каменных джунглях да как как вот жить как жить людям просто тяжело трудно не ну с голоду конечно никто не пропадет и знаете еще обратил внимание что проезжая по улицам города омска наших отечественных автомобилей практически нет вот есть конечно автомобили там десятки и десятки лады приор и весты там что-то вот из последних моделей автоваза в основном все зарубежные иностранные иномарки я ехал на своей семерке там просто можно сказать как белые вороны схватился за руль как будто отберут пробки однако ну блин город есть город все туда спешат сюда спешат куда-то все и мы тут нарисовали себя на и мы тут нарисовали себя куда лезет хитрущий какой-то он лишь смотри стоит поэтому поэтому мне и пишет мой казахский друг говорит держи владимир хозяйства расти овечек расти коров питайся хорошо так что ну вот так вот ладно дрова сами себя не нагрузит надо грузиться надо грузиться надо дрова колоть слава богу силы есть будем жить и работать сначала нагружу туда в дальние вдаль чтоб телега не перевалилась потом толстый под подгружу здесь